Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, я в преддверии праздника Суккот расскажу вам совсем уж хасидскую майсу. Она важна потому, что каждый проникся чувством, что не обязательно только купить, что это какое-то растение или помахать им в Суккот. Важно понять, что это такой праздник, вообще выходящий за рамки. Это случилось первый день праздника Суккот в городе Лижинске, в байт-медраже знаменитого цадик Арабии Эльмелих. И был праздник большой, и он читал молитву Галерии, и все время как-то так, видят они как-то так вот, неспокойно, он как что-то нюхает, нюхает. Закончил, подошел к своему брату, и говорит, слушай, помоги мне, пахнет этот рог, который прямо из Гады Дэна, из рая. Они начали обходить, нашли один человек, сидит в углу, тихонечко, он говорит, скажите, пожалуйста, вы не можете сказать, где, откуда, что это вы, откуда вы, и что у вас за этот рог? Он говорит, это долго, я стою ничего, говорит, я хочу услышать. Он говорит, меня зовут Урий, я родом из Стрелевска, такой город есть. Работаю миломедом, я небогатый человек, вот весь год я откладываю половину заработанного даю на жизнь в семье, а половину откладываю на самый лучший трог, который я куплю в конце года. Теперь я отправился во Львов, пешком, чтобы денег нет, у меня 50 злотых, которые я скопил за год. По дороге я зашел в постоянный двор отдохнуть, было минхо, я тут слышу плач, там, стоит еврей с кнутом и жалуется к трактирщику. Из его рассказа я понял, что только что рухнула лошадь, вот здесь все вон, это несчастье, у него семья, нечем кормить. Я начал его утешать, он говорит, говорю ему, что Бог поможет, ты должен помнить. А трактирщик говорит, что я тоже готов тебе помочь, у меня есть лошадь, которая стоит 80, я тебе за 50 отдам злотых. Он говорит, ты смеешься, откуда у меня 50 злотых, у меня трех копеек нет. Я понял, что не могу покупать этот рух в этом году, потому что такое происходит у человека, я взял и сказал, сколько ты хочешь. Он говорит, ну если деньги прям сразу дашь, 45 злотых, я даю 45, забираю лошадь, отдаю этому, понятно, что у обоих, у трактирщика и у потерявшего лошадь глаза. В это время я вышел на улицу, и чтобы никого, убежал и уехал, и все, добрался до Львова за оставшиеся 5 злотых, купил маленький обычный трок. А так как я обычно прихожу, у меня лучший трок в городе, и все ко мне приходят многословлять, то мы с женой договорились, что я поеду в Лиженс, где меня никто не знает. Такая у меня история. Раби Эли Мерих говорит им, нет, нет, Рабури, не так. Твой трок действительно уникальный. Я тебе расскажу продолжение этой истории. После твоей встречи с тем, извозчиком, он решил, что ты пророк Ильягу, который пришел в обличие человека, чтобы его спасти. И он вышел на улицу, чтобы произнести молитву, потом он целую неделю ломал голову, как это, малообразованный, он вышел на улицу, обратился к Богу, его прямо разрывало от счастья. Он говорит, что Отец Небесный, я тебя так люблю, я не знаю, что говорить, я тебя люблю больше жены, детей, люблю больше всех, я сейчас буду бить кнутом. И он начал бить кнутом. Это было между, это 10 дней трепет, это было между Рошишина и Йом-Кипуром. В Йом-Кипур, написано, рассказывал великий Раби, Всевышний наседает где на троне правосудия. И он слушает, в это время, там, Раби Левиц и Ицкак из Бордища пытаются защитить, конечно, было много прегрешений. И вот когда такая телега в рай, он ее толкает еврейскими потом судьбами, и в это время появился Сатан, стал и пригодил дорогу грехами, которые совершили люди в этом году. Ничего не может сделать, я с братом начал молиться вместе там, и все равно не можем помочь левийскому. И тут мы услышали, что мы слышали свист, ну там, такой прямо на небе все его слышали. Это был уникальный свист, и все увидели ангелы, все-все остановились, и услышав вот этот свист, ну там, они все кричали, счастлив, царь которого славят так. И появился написан ангел Михаэль, верхов на лошади, в сопровождении, извозчик искусственного кнутом. И они прицепились к этой телегии, и протолкали ее в рай, и тогда, говорит, улыбающийся, ну, это все, понятно, условно, надо понимать, это духовные процессы. Вот, улыбнувшийся царь пересел на трон милосердия, так был подписан приговор на хороший счастливый дом всему народу Израиле. А теперь, он говорит, рэб Урия, знаешь, что все это произошло благодаря тебе, благодаря твоему благородному поступку. Это был тот самый Урия, который впоследствии стал известен как Урия из Стрельска, которого называли огненный ангел, у него были десятки тысяч последователей и всего. Таким образом, что можно сказать, Суккот это праздник, он написан у нас, называется просто праздник, хак. Это как бы квинтэссенция праздничества, общая универсальная заповедь, праздником радоваться, и Суккот самый радостный праздник. Но при этом надо не забывать одну вещь, которую мы рассказали вот только что историю. Очень важно, чтобы радовалось сердце. Не получается, надо улыбаться, но все равно важно разбудить радость в сердце. Прохава от слаха. Прохава от слаха. Прохава от слаха. Прохава от слаха.